Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, 45-й день Тиферет Малхута, царства. Каждый из нас должен в первую очередь быть царем над собой. В каббалистических книгах написано, что слово «царь» — это аббревиатура слов «мозг, сердце, печень». Мозг — это разум, стоящий во главе, сердце — это мир эмоций, который надо тоже держать под контролем. И, наконец, печень — это самые такие уже более человеческие, низкие потребности. Настоящий царь — это тот, у кого разум властвует над эмоциями, у кого чувства преобладают над потребностями. Но, с другой стороны, он умеет прислушиваться к чувствам и потребностям, идущим как бы снизу. Вот это царь. Когда такой царь воспитывается в нас, это хорошо. Проще говоря, когда ты управляешь личным царством подобающим образом, это правильно и красиво. Мы с вами находимся в первое число месяца Сиван. Рош-Ходыш — новый уникальный месяц. Третий по порядку месяц еврейского календаря. Шестого числа месяца Сиван была дарована Тором. Тор — это единый план, духовная основа всего сотворенного. Общий смысл месяца с точки зрения каббалы проявляется, так сказать, поиск общего корня, множества элементов этого мира. Единство Творца, проявляющееся в множественном всего существующего. На первые двенадцать дней этого месяца с первого подняра распространяется особая святость. Первый из этих дней — это Рош-Ходыш. Он по статусу не отличается от других новомесячей. Четыре дня между ними и праздником — это дни, которые Маше и наши прадцы занимались подготовкой к получению Тору. Они считаются тоже очень святыми. Затем праздник Шавот, второй праздничный день вне Израиля. Потом это день жертвоприношений, когда паломники приходили в Иерусалим, приносили праздничные жертвы, если праздник выпадал на субботу. И все последующие пять дней паломники также приносили. Кстати, кто знает, в эти дни обязан человек, если он может, прийти в Иерусалим. Таким образом, первые двенадцать дней Сивана обладают большей святостью, чем обычные будние дни. Соответственно, в эти дни не читают таханут. Что еще? В эти дни не ходят, не поминаем усопших. В эти дни не устраивают постов, даже если речь идет о посте в Йорцет. Но разрешает сатанахам пост, вызванный только если сон плохой. Что еще у нас сегодня? Сегодня очень важно услышать другое. Сегодня Рош-Ходыш, давайте два слова. Это Малый Йом-Кипур. Автор книги Шнейл Кота Брит пишет, что первый день месяца особенно благоприятен для раскаяния и искупления грехов. В древних молитвенниках, в частности в Сидури Амрама Гаона, сказано, что в Рош-Ходыш Всевышнему угодно нас прощать. Понимаете, сегодня он хочет нас простить. В молитвах, связанных с началом этого месяца, которые у нас есть во всех Сидурах, приводятся также слова о том, что Рош-Ходыш – это время искупления и прощения. По этой причине, писал Раф Цедок Акоин, в канун Рош-Ходыша во многих общинах принято совершать дополнительные молитвы, в которые включаются особые. И все эти молитвы называются Йом-Кипур-Катан, маленький Йом-Кипур. В книге «Решит Хохман» упоминается, что в канун Рош-Ходыша принято поститься. От имени Йосифа Коро пишут, что хотя бы раз в месяц необходимо подводить итоги своего поведения за месяц. При этом лучше это делать в канун Рош-Ходыша, когда Луна не видна. Мы как бы сожалеем о допущенных в течение месяца ошибках и страдаем вместе с Луной, которая убывает и совсем не видна перед Новым месяцем. Есть еще книга Йом-Кипур-Катан, изданная в Польше после смерти Хафиц Хаим. Рассказывает о том, что мудрец Торы этот придавал большое значение вот этому Йом-Кипур-Катану. Он говорил, что... Он иллюстрировал такую историю. Есть два пассажира, следующих из Варшавы в Вильню. Один из них более состоятельный, приобрел прямой билет и спокойно едет от места назначения до места. Его неимущий попутчик вынужден выходить на каждой станции, собирать деньги, милостыни, чтобы купить билет до следующего пункта. Подобно этому говорил великий Хафиц Хаим. Только праведники могут позволить себе спокойно жить до Йом-Кипура и раз в год просить Творца об искуплении грехов. Но мы с вами, обычные люди, должны делать более частые остановки. Хотя бы раз в месяц, чтобы просить Всевышнего прощения и искупления. Ну, что еще сказать? В книге Есот В. Хорыш Авода. Рассказано, что Рош-Ходыш желательно, чтобы хотя бы один из элементов одежды человека был праздничным. В Вильянских Гаон, например, Рош-Ходыш одевал в субботний головной убор. Повторяю, в новом месяце нельзя поститься. И когда задают вопрос, вы знаете, написано, что с Ивана меняется многое, все становится хорошо. Как долго ждать изменений к лучшему, спросили Равина. Если ждать, то долго, ответил он. Поэтому надо действовать, надо находить свои ошибки, надо находить свои сильные стороны и идти вперед. Особенно в месяце с Иваном. Брахава Цлаха. Субтитры создавал DimaTorzok